Лекция по сути, какая тема, изумительная, защита прав гражданина на жилое помещение, в том числе при заключении сделок с жильем, профилактика мошенничества. Лекция Степанова Екатерина Александровна, тогда еще выступает Николай Васильевич Мартынов и, как всегда, наш декан Екатерина Владимировна Сидорова. Инна Степановна уже объявила сегодня тема очень важная, да, право на жилище, как его защищать, как профилактировать нарушения этого права, да, не совершать глупости, которые могут обернуться потери жилища. Я представлю своих коллег, это Екатерина Александровна Степанова, начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражных процессах, очень опытный сотрудник, пользуйтесь случаем, задавайте свои вопросы. После лекции, естественно, или как мы с вами привыкли делать, передавайте записочки, мы все зачитаем, не сможем что-то ответить. Прямо сейчас мы ответим на следующем занятии, как это обычно бывает, и потом выступит сотрудник нашего, как мы его называем, следственного управления, Николай Васильевич Мартынов. Он вам много расскажет о мерах профилактики преступлений, которые связаны тоже с правом на жилище. Вот поэтому я передаю слово. Добрый день, уважаемые слушатели. Рада присутствовать на таком почтенном собрании. Я у вас впервые. Надеюсь, что мы с вами найдем общий язык, и наше взаимное общение будет полезным не только для вас, но и для нас. Тема, которую мы выбрали для сегодняшней беседы, она действительно очень важная, поскольку жилье и право на жилье – это, наверное, один из самых важных моментов в нашей жизни. И если в этом направлении происходят какие-то проблемы, неприятности, то очень сильно все это отражается на дальнейшей судьбе и жизни человека. И самый главный момент – это то, что совершить, как Екатерина Владимировна правильно сказала, глупости очень просто и очень быстро, а исправить эти ситуации, когда люди осознают, что они наделали, и понимают, что этого делать не стоило бы, Вот исправить эти ситуации, как правило, бывает сложно, длительно и не всегда, к сожалению, успешно. Соответственно, наша задача – показать и объяснить, может быть, для кого-то элементарные вещи, для кого-то это будет информация новая или интересная, чтобы все прекрасно понимали, насколько этот вопрос важный и ответственно относились к принятию решений, связанных с вашим жильем. Еще Михаил Афанасьевич Булгаков словами своего великого героя Воланда сказал о том, что москвичей испортил квартирный вопрос. Надо признать, что не только москвичей, а и всех остальных соплеменников наших он очень испортил, именно потому, что жилье – это имущество, дорогостоящее имущество. И в некоторых случаях отобрать его бывает очень просто, что, конечно, привлекает внимание разных людей, непорядочных людей, а может быть и в целом ничего, но пользующихся моментом, что называется, и тех, кто не смог устоять перед соблазном. Соответственно, как только в вашей жизни, если в вашей жизни возникает момент, когда вы должны принять какое-то решение, вам поступает какое-то предложение, связанное с вашим жильем, то вы должны помнить две главных вещи. Первое. Бесплатность отбывает в мышеловке только лишь, и альтруистов в нашей жизни не встречается. Соответственно, если человек вам делает какое-то предложение, у него самого есть явно какой-то интерес получить от вас результат. И второй момент, который вы должны помнить – десять раз подумать, прежде чем один раз отрезать, то есть один раз подписать какие-то бумаги. В идеале, если вы принимаете какое-то решение относительно жилья, посоветуйтесь с кем-то, кому вы доверяете. Это может быть ваш знакомый, который не имеет отношения к этой ситуации, но имеет жизненный опыт и мудрость, и может обратить ваше внимание на какие-то моменты, которых вы, может быть, не видите или не думаете о них. Это может быть адвокат, это может быть другой человек, имеющий юридическое образование, и это может быть прокурор. Для всех говорю о том, что в органах прокуратуры осуществляется прием граждан, он абсолютно бесплатный, он проводится каждый день в любой прокуратуре, начиная от прокуратуры области и заканчивая прокуратурой района. Вы можете прийти в любую прокуратуру и получить консультацию правового характера на относительно интересующие у вас вопросы. Соответственно, если вы планируете какие-то сделки с жильем совершать, перестрахуйтесь, возьмите бумаги, которые вы еще не подписали, придите и посоветуйтесь, узнайте, какие последствия могут для вас наступить в случае, если вы поступите так или по-другому. Теперь к существу вопроса переходим. Немножко теоретической информации. Какие бывают жилые помещения с точки зрения правового статуса? Бывает жилье, это, как правило, квартиры, в котором люди живут на основании договора социального найма. Если переводить на обычный бытовой язык, это так называемые неприватизированные квартиры. И бывают жилые помещения, принадлежащие людям на праве собственности. Это могут быть как квартиры, так и жилые дома. В чем принципиальная разница? Разница в ваших правах относительно возможности распоряжаться тем или иным жильем. Если вы проживаете в неприватизированной квартире, буду я так говорить, то вы можете там, естественно, жить, во-первых. Вы можете туда вселить кого-то, как правило, членов своей семьи, родственников. Но количество этих лиц, которые вы можете туда вселить, ограничено площадью вашей квартиры. И вы можете эту квартиру приватизировать, то есть принять ее в собственность от муниципального образования. Если жилое помещение принадлежит вам на праве собственности, вы можете им распорядиться. То есть право своей собственности передать другому лицу. Это может быть сделано на основании договора дарения, то есть просто кому-то подарить квартиру. Вы можете ее продать, заключив договор купли-продажи. Вы можете ее поменять, обменяв на другое жилое помещение. Вы можете ее завещать, то есть оставить распоряжение о судьбе этого жилья как имущества на случай смерти. Вот в этом и заключается принципиальная разница между жилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности, и в которых люди проживают на основании договора социального найма. В зависимости от правовой природы жилья, и есть особенности, так скажем, угроз, которые могут возникнуть в процессе владения и пользования этими жилыми помещениями. Если говорить о жилье, которое занимают люди на основании договора социального найма, то здесь какие могут возникать опасности? Как правило, они, к сожалению, возникают со стороны близких людей. Например, любящие бабушки, дедушки вселили к себе внуков, зарегистрировали их в своей квартире. Внуки прожили какое-то время, выросли, уехали, а из квартиры бабушкины не выселяются и не выписываются, самое главное, то есть не снимаются с регистрационного учета. Бабушке приходят счета, в которых учитывается непроживающий в квартире внук, и на него начисляются соответствующие коммунальные платежи. Бабушка не может приватизировать квартиру, если она вдруг этого захочет, без согласия внука, а против этого возражает. Соответственно, перед тем, как принимать решение о вселении кого-либо к себе в квартиру, и самое главное, о регистрации, то есть разрешить пожить временно можно, а вот зарегистрировать у себя в жилом помещении, нужно помнить о том, какие могут быть правовые последствия этого действия. Это очень важный шаг. И выселить такого внука из квартиры. Потом крайне затруднительно. Это возможно, во-первых, только в судебном порядке, если он сам этого сделать не захочет. То есть вы должны будете конфликтовать со своим близким человеком. И при этом доказать, суду должны доказать, что внук в вашей квартире не проживает, он давно оттуда уехал, от своего права на жилье отказался, а он, конечно, будет против этого возражать, и все это неизвестно, чем закончится. Все время содержания жилья будет лежать только на вас, а расходы будут определяться, в том числе и с учетом тех людей, которые у вас там с вашего согласия зарегистрированы, но в квартире не живут. Кроме того, надо помнить о том, что ряду лиц пенсионного возраста, особенно старшего возраста, которые проживают в квартире одиноко, предоставляются различные меры социальной поддержки, дополнительные, связанные с освобождением, например, от взносов на капитальный ремонт и еще некоторые другие льготы предоставляются. Но опять-таки это только в том случае, если они одиноко проживают в квартире. Под одиноко проживающим и не одиноко проживающим наши социальные службы понимают именно лиц зарегистрированных, то есть не фактически живущих, а зарегистрированных в квартире. Соответственно, если вы по факту живете один или одна, а по бумагам у вас еще кто-то из ваших членов семьи там зарегистрирован, то подобные меры социальной поддержки вам предоставлены не будут. Есть еще один способ, не способ, наверное, есть еще одна проблема, которая связана с приватизацией квартир и отказом от приватизации. Обычно бывают истории какого рода, когда несколько человек старшего поколения, более младшего поколения вместе живут в муниципальной квартире и решают ее приватизировать, то есть приобрести в собственность. Каждый из проживающих имеет одинаковое право на участие в этой приватизации. То есть в идеале квартира должна быть передана в собственность всем тем, кто в ней зарегистрирован, проживает. Три человека – это значит три собственника, четыре человека, четыре собственника и так далее. Но закон предоставляет гражданам возможность отказаться от участия в приватизации, сохранив за собой право на проживание в этой квартире. И нередки ситуации, когда младшее поколение уговаривает старшее поколение поступить именно таким образом. То есть вы откажитесь от участия в приватизации, будете по-прежнему в этой квартире проживать, мы вас не обидим, конечно же, будет у нас все хорошо, замечательно. То есть мы будем собственниками, а вы – нет. Чем это чревато? Действительно, выселить человека из жилого помещения, в котором он мог приватизировать, но от этого отказался, нельзя. То есть такой человек сохраняет за собой пожизненное право проживания в этой квартире. Но это не означает, что другие собственники, точнее, другие родственники, которые стали собственниками, не смогут эту квартиру продать, поменять, подарить, то есть отдать какому-то другому, совершенно постороннему для вас человеку. И этот человек получит право селиться в эту квартиру и проживать вместе с вами. Такие ситуации бывают, они всегда очень сложны, мало решаемы на практике, потому что целью тех людей, которые вселяются таким образом в подобную квартиру, как правило, является желание понудить человека, который так проживает, добровольно эту квартиру освободить, создавая различного рода неприятные ситуации с проживанием. То есть ваша квартира фактически превращается в коммунальную, даже больше, чем в коммунальную, к большому счету. Вы там хозяином больше по вашему не являетесь и будете вынуждены жить с чужими людьми, которые в отношении вас могут совершать всякие неприличные поступки. Поэтому не стоит, наверное, если кому-то поступают подобного рода предложения, от своего права на участие в приватизации отказываться. Хотите приватизировать квартиру, приватизируйте все вместе. Переходим к вопросу о жилье, которое находится на праве собственности у граждан. Как я уже сказала, жилье, находящееся в собственности, это то жилье, которым можно распорядиться. То есть это право собственности можно передать на различных правовых основаниях. Продать, подарить, поменять и завещать. Вот продать, подарить и поменять это сделки, которые влекут у вас прекращение права на квартиру. То есть как только вы подписали договор дарения, вы прекратили быть собственником этого жилого помещения. И ваше дальнейшее проживание в этой квартире зависит исключительно от добросовестности, порядочности и желания, и согласия на это нового собственника жилого помещения. А если такого согласия не будет, то бывшего собственника с точки зрения закона можно выставить за дверь. Точно так же, если квартира не подарена, а продана, такие же точно правовые последствия, то есть вы право собственности лишаетесь, и соответственно у вас прекращается право на этой квартире проживать. Особенно аккуратно нужно быть в тех случаях, предположим, вы решили действительно квартиру продать. Очень аккуратно нужно быть с оформлением так называемых генеральных доверенностей. Обычно в сделках с жильем помогают риэлторы. Ничего не хочу сказать про этих людей, подавляющее большинство из них вполне добросовестно и ответственно исполняя свою работу, но тем не менее, Николай Васильевич больше об этом знает, наверное, встречаются люди, мошенники, которые обманывают своих клиентов, совершая от их имени сделки купли-продажи, присваивая полученные денежные средства в результате этих сделок и лишая этим опыта тем самым у людей не только жилья, но и денег, которые они могли бы получить за это жилье. Так вот, есть такой документ, называется генеральная доверенность, которая, если вы такую доверенность кому-либо вы даете, это значит, что вы предоставляете этому человеку право и возможность совершать от вашего имени абсолютно любые действия, связанные с этой квартирой или там, с этим жилым помещением. Обычно объясняют это таким образом, что надо собирать различные справки, посещать разные учреждения, это все требует времени, зачем вы будете этим заниматься, давайте вы мне доверите это все дело, я от вас, за вас все бумаги соберу, все документы подпишу, все учреждения посещу, с покупателем пообщаюсь, денежки получу и вам отдам. Ну, в каком-то смысле это, конечно, удобно, при условии, если вы абсолютно уверены в надежности того человека, с которым вы вступаете в такие отношения и даете такие полномочия. Если же у вас есть малейшее сомнение в добросовестности человека, который предлагает оформить на его имя генеральную доверенность или тем более вы с ним вообще мало знакомы, то я бы вам категорически не советовала подобных действий совершать, потому как бывают истории, когда человек выдал генеральную доверенность, а о том, что его квартира продана, деньги за нее полученные, и вообще вот здесь уже никто, он узнает только тогда, когда новый собственник с группой поддержки приезжает его выставлять за дверь из его бывшей квартиры. Это первая ситуация. Вторая ситуация, вполне возможно, что вы, выдавая генеральную доверенность, имейте в виду совершение одной сделки. Например, вы просите кого-то помочь в приватизации вашей квартиры и больше ничего, не собираетесь ее не продавать, не дарить, ничего сделать. Но человек, имея на руках от вас генеральную доверенность после приватизации продолжает совершать действия, конечной целью которых является продажа вашего жилья и получение за нее денег только не в ваш карман, а в свой. к сожалению, люди старшего пенсионного возраста, они у нас находятся в группе риска с этой точки зрения, поскольку доверчивые, менталитет немножко не тот, просто, короче говоря, обмануть таких людей. Я в качестве примера могу вам историю собственной жизни даже рассказать о том, как просто относятся некоторые люди к тому, что вокруг них происходит. Когда-то много лет назад мы со своим супругом планировали поменять квартиру, которая у нас была на побольше и рассматривали разные варианты. Я в газете еще прочитала объявление о том, что недалеко от нашего дома предлагается к обмену квартиры. И я туда пошла посмотреть на нее. Пришла, позвонила, сказала буквально, что я пришла посмотреть у вас квартиру. Бабушка мне открыла дверь, сказала, дочка, проходи. Я прошла, все посмотрела, что хотела, во все углы заглянула. А когда задала вопрос о том, на каких условиях вы продаете свою квартиру, мне было сказано, а я ничего не продаю. Оказывается, я просто ошиблась адресом, потому что стояли по дому, один был номер 5, а другой 5А. И я их перепутала между собой, я не в тот дом пришла. Но с какой легкостью она меня пустила к себе, все мне показало. А когда я ей спросила, зачем же вы меня пустили, если вы никого не ждете и ничего не собираетесь со своим жильем сделать? Она мне говорит, ну, ты пришла, я тебя пустила, те нации, значит, посмотри. Я не говорю о том, что, значит, каждого незнакомого человека надо встречать, там, не знаю, в скафабре космическом, с болотчиком, газа перцового в руке и так далее. Но разумная осторожность в общении с людьми, даже со знакомыми людьми, даже с близкими людьми, она обязательно должна присутствовать в каждом из нас. Особым распорядительным действием, которое связано с жильем, с имуществом в целом, является, конечно, составление завещания. У нас в последнее время принято говорить о том, что нет на Западе ничего хорошего и вообще-то, что мы можем у них взять хорошего. Вот в качестве положительного примера, наверное, для нас служит их установка по жизни и жать в порядке свои имущественные вопросы. Ну, полагаю, это связано, наверное, с тем, что у них само право собственности и другие имущественные права существуют значительно дольше, нежели у нас. И культура на эту тему, конечно, имеет более богатую историю, нежели в России. Мы неоднократно встречались со случаями, с примерами, когда наследники, вступая в право наследства, вдрызг руководству между собой относительно того, каким образом делить это наследство, только лишь потому, что их родственник, оставив в частности их наследство квартиру, не позаботился определить и решить, кому и что он при этом оставляет. Составление завещаний вообще у нас вещь не очень популярная. Наверное, это не очень правильно. Нет в этом никакой, никаких особенностей неприятных, на мой взгляд. Люди вообще имеют обыкновение быть смертными, причем неожиданно, иногда бывает это. Соответственно, очень, наверное, успокаивает, должно успокаивать каждого мысль о том, что его родственники не будут между собой конфликтовать после того, как вступят в право наследства на то имущество, которое вы планируете оставить. Особенно сложно делить наследственное имущество, которое выглядит именно в виде жилого помещения, поскольку права собственности здесь пересекаются с жилищными правами. И нередки случаи, когда, например, несколько собственников на одно жилое помещение имеют разные точки зрения на то, каким образом с этим унаследованным жильем надо поступить. Один считает, что надо все продать и деньги поделить. Другой считает, что мне негде жить и я хочу тут оставаться жить, но мне нечем заплатить вам за ваши доли. А у третьего точка зрения такая, что давайте мы сюда пустим квартирантов и на полученные деньги будем прибиваючи продолжать дальше жить. Поэтому, если вы бережете свое душевное спокойствие и душевное спокойствие ваших наследников, то подумайте сами для себя о том, каким образом вы предполагали, это все должно дальше развиваться. Посмотрите, кто входит в число ваших наследников и как бы вы хотели распорядиться вашим мышцам между ними всеми. Ну, в общем, это все пока, что я хотела вам сказать по данному вопросу. Есть ли какие-то замечания и вопросы ко мне, потому что я вам сказала. еще раз хочу вам напомнить о том, что органы прокуратуры оказывают консультативную в первую очередь помощь бесплатно для всех, без исключения граждан, независимо от того, молодой вы или не очень, пенсионер или работающий, какого уровня вашего дохода. И если есть проблемы, которые возможно разрешить, и в том числе в судебном порядке, то мы также оказываем такую помощь, обращаемся в интересах граждан в суд, если видим основание к этому, и помогаем решить возникшие проблемы. Но самое лучшее решение проблем это их не создавать. Еще раз хочу вам это напомнить. Спасибо. Поступил вопрос. Я его озвучу. Имею свой дом, привожу женщину, с ней расписываюсь, а потом умираю, останется жене мой дом. Останется, потому как ваша жена, точнее, женщина, с которой выступаете в брак, с этого момента становится вашим наследником. Если у вас есть дети, кроме новой жены, то они будут также наследниками в первую очередь, и то имущество, которое вы оставляете, будет между ними делиться в равных долях, если не составляется завещание, и в нем не решается этот вопрос каким-то или образом. Спасибо. Если больше ко мне вопросов нет, то я передаю микрофон коллегии Николая Васильевна Паргенова, который вам о тех же самых вопросах расскажет с уголовно-правовой точки зрения. Спасибо, Евгения Александровна. Здравствуйте, уважаемые граждане. В дополнение к ранее сказанному хотелось бы действительно осветить ряд вопросов с точки зрения уголовно-правового законодательства, то есть с точки зрения уголовного закона. К сожалению, никакого времени не хватит, чтобы попытаться даже предостеречь от всех возможных рисков, связанных с жилыми помещениями. Поскольку данные помещения все-таки являются объектом пристального внимания, так скажем, со стороны преступников по понятным причинам, которые уже были озвучены, то есть их высокая стоимость и, скажем так, не самые высокие риски для преступников быть пойманными. Вот об этом постараюсь поподробнее пояснить, но для начала хотелось бы осветить, что такое действительно мошенничество результатом которого является утрата гражданином права собственности на жилое помещение. То есть в первую очередь необходимо понимать, что мошенничество это естественно хищение, но хищение необычное. Мы себе представляем, что такое кража, то есть это тайное хищение чужого имущества. С мошенничеством все намного сложнее. то есть если способом совершения кражи является действительно тайное проникновение куда-либо, просто человек пришел и тайно взял непринадлежащую ему вещь, вот это кража. Значит мошенничество это хищение путем обмана. Законодатель не раскрывает нам какой должен быть этот обман, как он вообще определяется. Все мы прекрасно понимаем, что способов обмануть гражданина, ну и на самом деле русского гражданина, российского гражданина, это ну не хватит на самом деле звезд на небе пересчитать, сколько можно придумать таких способов. С каждым годом изобретаются все новые и новые способы. Каким образом вести заблуждение, каким образом заставить подписать необходимые документы. Универсального средства как таковой профилактики таких преступлений, ну, наверное, его еще не придумано, в противном случае действительно преступность в данной сфере снизилась в образы. Значит, что хотелось бы отметить? Во-первых, кто такие мошенники? Ну, утрируя, конечно, могу сказать, что у мошенника науку не написано, что он мошенник. Как правило, особенно, если речь идет о мошенничестве в сфере реализации гражданина права на недвижимое имущество, то мы имеем дело, как правило, с очень подготовленными, а иногда и с действующими в группе, в преступном сговоре с иними милицами, в том числе, возможно, в каких-то властных инстанциях. Как правило, эти люди отличаются хорошей риторикой. Они в состоянии заставить гражданина поверить в то, что те действия, которые они просят его совершить, нужны в первую очередь гражданину и ни в коем случае не самому этому мошеннику. Могут говорить, даже заявлять какие-то гонорары за свои услуги, причем не самые маленькие гонорары. Мошенник, как правило, хорошо выглядит. То есть, он не создает впечатление жулика, недобросовестного человека. Нет. Это уже не тот уровень. Квартира, квартирное мошенничество отличается, как правило, очень хорошо проработанной схемой. Нередки случаев, вот из личной практики могу привести пример одного уголовного дела. У гражданина, скажем так, похитили путем ведения его в заблуждение квартиру в таком случае, о котором он даже не подозревал, не подозревал длительное время. Это было связано с определенными сложными жизненными обстоятельствами. Классический случай. Гражданин пришел в организацию, которая предоставляет, судя по рекламе, предоставляет денежные займы под залог недвижимого имущества. Гражданин пришел, сказал, что у меня есть квартира, мне нужна определенная сумма денег. после непродолжительного собеседования с, так скажем, злонамеренными лицами, гражданину были предложены условия, которые его устроили, то есть ему был предоставлен действительно займ в размере, скажем так, четвертой части стоимости его квартиры, и было предложено сделать все официально, то есть было предложено подписать пакет документов, поскольку гражданину было указано на то, что документы подлежат государственной регистрации, все-таки все сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации. С гражданином злоумышленники проехали в Росреестр подавая пакет документов, сказали подписывайтесь вот здесь, вот ваша фамилия, имя, отчество, подпишите. Гражданин сделал роковую ошибку, он подписал документ, глядя только последние адресы, там какая-то вода, такая стандартная для лита, что все споры разрешаются в порядке установленной действующим законодательством, гражданин подписал данный документ, документ передали на регистрацию и гражданин спокойно, будучи уверенным, что его квартира в залоге, начинает гасить этот займ, он его гасит, месяц, второй, третий, год, три года, за три года вместе с процентами займ был выплачен. Гражданин, придя к злоумышленникам, сказал, что пожалуйста снимите обременение с моей квартиры, верните, то есть все, квартира не в залоге уже, поскольку мои обязательства по договору выполнены. На что мошенники сказали, что извините пожалуйста, с вас еще четыре раза поскольку же, в противном случае квартира переходит к нам. Несложно представить реакцию гражданина, он чуть до ровечи не решился, он спрашивает, как же так, произошел конфликт, произошла ссора, крики, гражданин запрашивает выписку из Росреестра, приходит ему ответ, он получает выписку и понимает, что собственником его жилого помещения стали никто иный, как вот эти самые мошенники. Как бороться с этим? В первую очередь, как уже говорила Екатерина Александровна, это бдительность. Только ваша бдительность, только ваша осторожность поможет вам не стать жертвами мошенниками. В первую очередь, хотелось бы отметить, может быть, повторить еще раз, но не доверяйте свои документы никому, кроме лиц, которым вы доверяете безоговорочно. То есть, это, ну, каждый для себя сам определяет круг таких лиц. Это касается и документов на квартиру, и право устанавливающих, и право подтверждающих. Это касается и личных документов, удостоверяющих вашу личность. Также обращайте внимание на квитанции о коммунальных платежах. Как правило, в квитанциях указывается платильщик, то есть, будучи квартир съемщик, скажем так, правообладатель жилого помещения, в квитанции об оплате за услуги ЖКХ фамилия, инициалы вот этого правообладателя, они, как правило, прописываются. Если вдруг неожиданно вам пришла квитанция с чужим именем, там, фамилией, то это как минимум основание призадуматься, в связи с чем возникла такая ситуация, и как минимум позвонить в управляющую компанию и спросить, почему так случилось. в случае как бы наилучшего развития событий, необходимо, естественно, обращаться в правоохранительные органы, в первую очередь, писать заявление в полицию. В свете того примера, который я вам только что рассказал, с особой осторожностью следует относиться к денежным займам под залог недвижимого имущества. Наверное, здесь все-таки стоит сделать небольшое исключение, более надежными все-таки являются на рынке услуг по предоставлению денежных займов это банки, а вот что касается так названия, как я только что приводил в примере, займов по объявлению, вот с такими случаями необходимо быть очень осторожными. Как говорила Екатерина Александровна, обязательно учитывайте то, что в нашей современной действительности никто никогда не захочет вам оказывать какую-то помощь вопреки собственному интересу, то есть, так скажем, безвозмездно, бескорыстно. Но это могут делать только самые-самые близкие к вам люди, да и то не всегда. так же хотелось бы как вот в качестве такой профилактической меры немножечко ориентировать вас на то, что в случае, ну, каждый человек все равно обладает некоторым, скажем так, внутренним чутьем, внутренним, может быть, убеждением. в случае, если произошла какая-то такая ситуация, что ваши документы попали в руки неблагонадежных по вашему мнению, может быть, где-то случайно вы там утеряли что-то, можете, можете запросить в Росрегистре выписку по своему объекту убежимости, по своему живому помещению, то есть, о зарегистрированных правах собственности, это тоже не будет лишним. Хотелось бы отметить, что право на жилое помещение это все-таки одно из основок полагающих можно сказать таких естественных и социальных прав человека и гражданина, поэтому нельзя скажем так, ненадлежащим образом его реализовывать, нельзя допускать в ваше жилище лиц, от которых можно ожидать каких-то скажем так, противоправных действий. Не случайно есть поговорка «Бой дом моя активность». Екатерина Александровна привела очень хороший пример действительно о доверчивости граждан. Вот такого рода примеры к сожалению в скажем так в поле правоохранительных органов бывают и не такими благополучными. то есть от каких-то от простых хищений там ну грубо говоря там заходит злоумышленный квартир к гражданину просит налить воды гражданин отлучается деньги из коридора пропадают либо деньги либо какое-то ценное имущество либо телефон таких дел на самом деле очень много но бывают случаи куда хуже такого рода скажем так отсутствие бдительности бывает заканчивается и плачевно это мы имеем дело с убийствами грабежами разбоями то есть самыми-самыми особо тяжкими преступлениями которые ответственность за которые предусмотрены уголовным законом Российской Федерации в дополнение к сказанному хотелось бы еще раз отметить что мы не призываем вас запереться от всего грубо говоря там мира недовершиво относиться к каждому гражданину просто быть бдительными бдительными еще раз бдительными большое вам спасибо за внимание хотела бы еще добавить пару слов обратив ваше внимание вот на что многие люди объявить сейчас считают что они никому неинтересны но есть такое ощущение что я одинокий человек простой кому для меня есть какое-то дело я там своей жизни живу никому не мешаю и меня никто не трогает вот это иллюзия на самом деле потому что очень большое количество людей о которых вы может быть даже не подозреваете обладает большим объемом информации касающейся как лично вас так и того жилья в котором вы проживаете подумайте это любые ресурсоставжающие организации водоканал электросеть управляющая компания тот кто вывозит мусор тот кто поставляет газ каждая контора знает в какой квартире вы живете сколько человек у вас зарегистрировано какая площадь по какому адресу об этом знает участковый врач поликлиники и любой работник регистратуры заглянув в вашу медицинскую карту об этом знают сотрудники пенсионного фонда фонда социального обеспечения и массу других организаций это не значит что все они хотят вас обмануть нет конечно же но в любом из этих мест могут появиться люди у которых могут возникнуть нехорошие желания исходя из той информации которую они о вас приучают поэтому мы все к сожалению под стеклом под колпаком под электрическим светом как угодно это называйте но каждый из нас находится кто-то в большей степени кто-то в меньшей степени но тем не менее каждый находится под определенными угрозами и об этом всегда нужно помнить так про вопросы да уважаю человека который вот задает такой вопрос честное слово каким образом проводится операция по продаже имущества с используемой электронной подписи и как от этого защититься молодцы ничего не могу сказать искренне восхищаюсь хватит у нас время закончится значит действительно цифровое государство создана вроде как создается и развивается в этом направлении для удобства граждан все на расстоянии не надо ничего никаких бумаг идти специально подписывать с помощью электронной цифровой подписи с помощью средств предоставляемых интернетом можно совершить любую сделку в этом же скроется и опасность потому что те сервисные центры которые выдают электронные цифровые подписи к сожалению на сегодняшний день мало защищены и электронную цифровую подпись от вашего имени может получить другое лицо это неспросто несложно для этого даже вашего паспорта не нужно достаточно иметь его копию например а сколько вы на протяжении своей жизни копий паспортов везде наоставляли подумайте каждый как от этого защититься достаточно прийти в росреестр даже если вы не собираетесь и тем более если вы не собираетесь проводить никаких сделок со своим жизнём вы приходите в росреестр и оставляете заявление о том что я не желаю чтобы с моим жилым помещением сделки совершались с помощью электронной цифровой подписи только на бумаге и только с моей живой подписью и в этом случае если злоумышленник получив каким-либо образом от вашей электронной цифровой подписи ярко принадлежащую вам и попробовав совершить с помощью этой электронной цифровой подписи сделку с вашим жилым помещением результата не получит потому что такая сделка росреестром при наличии вашего заявления зарегистрирована не будет то есть это ваши действия направлены на профилактику мошенческих действий в совершенных отношениях понятно тут есть еще вопросы у нас но поскольку мне показывают что время у нас все можно или в индивидуальном порядке подойти или оставить на следующий раз то есть кому срочно подходите надеюсь у нас на следующий раз будет тоже очень интересная тема про взаимоотношения с правоохранительными органами готовьте свои вопросы заранее передавайте и тогда у нас будет возможность в процессе выступления на них ответить вот спасибо большое за внимание спасибо большое большое